Привет, что делал, сегодня будем играть на пиле Да, примерно так бы выглядел выпуск, который я хотел снять уже давно Пила, музыкальный инструмент Многие слышали, видели и наблюдали Ну, наблюдали, наверное, не многие Как играют на пиле Делов-то Берешь пилу, берешь смычок, смычок у меня есть И играешь Но оказалось, что все не так просто Что пила должна быть длинная И более гибкая, наверное Хотя... Вроде гибкая И я углубился, так сказать, в матчасть И оказалось, что бывают не просто пилы, на которых играют Бывают специальные музыкальные пилы Которые даже где-то производятся и где-то продаются Как гласит легенда По крайней мере, Википедия нам гласит, что Музыкальная пила или поющая пила Это такой инструмент, на котором надо играть вот так На картинке здесь у нас мужик играет на настоящий, перед зубцами Но бывают музыкальные пилы без зубцов То есть специально произведенные пилы На которых надо не пилить, а играть То есть они не пилы В принципе, это просто листы металла Ну и вроде как впервые додумались играть на пилах в Соединенных Штатах Или впервые заявили о том, что они впервые додумались А так, может, и до этого везде играли Короче, должен получаться прикольный звук По типу термин вокса И мне захотелось попробовать И я подумал Ну, раз бывают музыкальные пилы Значит, их можно, наверное, купить И смотреть, что я сделал Я попытался найти ее в музыкальных магазинах Вот, например, в Мусторге Когда-то была в продаже 100-сантиметровая пила Ну, по-русски метровая, да, получается И стоила она тут 30 тысяч рублей И вот такую модель я искал И в других магазинах тоже нигде нет в наличии Видимо, когда-то был завоз Все, кому надо было, купили И больше ее не надо было продавать Я нашел только в одном магазине Какой-то один экземпляр И тоже за 30 тысяч рублей Думаю, ну я что, дурак, что ли, пилу покупать за 30 тысяч рублей? И, в принципе, есть еще варианты Заказать другие модели Например, какие-то такие Или купить на Амазоне вот такую пилу Но я подумал, так неинтересно И купил двуручную пилу Опа! Двуручная пила Зубр Стоила 900 рублей Поэтому наш выбор, мне кажется Оказывается, купить двуручную пилу Тоже непросто Они вообще как-то малой популярностью пользуются Поэтому в одном каком-то только магазине Я смог ее заказать Чтобы ее мне быстро привезли В общем, вот, она Длинная И она уже звучит Смотрите Слушайте точнее Но как на ней играть, я пока без понятия И мне кажется, что это опасно Потому что я имел дело с такими пилами Перепилить кусок ноги Это только на раз Тем более, еще эта модель Зубр Известна тем, что ручки у нее не держатся нифига Это новая, напоминаю, пила Я ее ни разу не использовал Вот что я только что сделал Очень удобно Но ничего Мы их Зафиксируем как-нибудь сейчас Помогло Не помогло Почему было, не знаю Не прикрутить на какие-то наклепки Не знаю, зачем Ну ладно Тем не менее, пила есть И значит, можно на ней играть И, наверное, было безопаснее играть на пиле У которой нет зубьев Не знаю, как продемонстрировать Что эта пила опасная Что вам не стоит Это повторять дома Возьмем синтезатор из фикс прайса Мы знаем, что топор его берет Возьмет ли его двуручная пила Конечно, одному пилить двуручную пилу Это сложно И небезопасно в таком положении Но мы попробуем Чем я вообще занимаюсь? Короче, я думал, это будет проще Но, в общем Поверьте на слово Не игрушка это все Вещь незаменимая в походе По крайней мере, раньше была Когда я ходил в походы Валить деревья этой штукой Одно удовольствие С напарником Тем более, она очень классно помещается В рюкзак Вот так вот сгибаясь Сверху рюкзака кладешь Заправляешь ручки И все Я, конечно, видел пилы, которые Типа маленькие такие Бобер называются, что ли Цепные карманные пилы Типа на одного человека Можно использовать Там за ручки держишься Посередине цепь Как от бензопилы Ну, цепная пила, в общем И вот так вот предполагается пилить И я вам скажу, что этим говном Не напилить вообще ничего Уж лучше тогда просто топор взять И валить лес топором Что, кстати Довольно весело Я рубил Это дерево Я его разрубил Но оно все равно не падает Что делать? Все равно не упало А что делать? Оно зависло в воздухе На времена, когда я ходил в походы С огромными 90-литровыми рюкзаками Уже давно прошли Теперь у меня есть такой рюкзак С ананасами А что в нем? Сейчас мы узнаем Футболка Это же футболка Идэдэкудэ Надо надеть Люблю дум Тем более, сегодня у нас такой брутальный выпуск С такой брутальной хреновиной Поэтому и одежда должна быть брутальной И рюкзак у нас должен быть брутальный С ананасами И эти вещи были сшиты специально для меня Это вещи не со склада Это вещи из магазина Все майки рук Там можно выбрать как уже из имеющихся Готовых принтов Так и кастомизировать специально под себя Дизайн одежды Или другой любой вещи Чтобы она у вас была уникальная Чтоб никто такое больше точно не носил Благодаря удобному конструктору на сайте Вон, какую футболку можно сделать Захочу и сделаю К тому же, чтобы получить эти вещи Не надо выходить из дома Доставка Бесконтактная Быстрая Огромный выбор одежды И аксессуаров с принтами Вообще на любой вкус Если не найдется Все-таки чудо случится То сделайте сами И у них есть еще новинки Ветровка с защитным экраном Ну вы видали такое? Будущее наступило Можно ходить в скафандрах на улицу Тем более, у них есть Маски защитные Оба И ты моднее всех Выносишь мусор на районе И где же все это найти? По ссылке в описании Нажимай И при заказе Не забывай применять Вот этот промокод На скидку 15% Кажется, там что-то еще осталось О, господи Кажется, я там забыл Спанчбоба Ссылка в описании Итак, я думаю, нам надо Каким-то образом Понадежнее зафиксировать ручки Ну, каким? Изоленты, естественно И попробовать Поиграть с мучком Так, на шару Если ничего не получится Или получится недостаточно убедительно То посмотрим на ютубе Наверняка там есть Какой-нибудь игрок На пиле Вообще, мне кажется Что это самый опасный Музыкальный инструмент У меня в руках находится Не знаю, что может быть опаснее Пишите ваше предположение В комментариях О, мы не только Обезопасим инструмент Мы еще его украсим Все знают, что изолента Это украшение для любой вещи Главное, чтобы она Свои звуковые свойства Не потеряла Я думал, что-нибудь На зубцы надеть Защитное Но потом думаю Оно будет мешать Гасить вибрации Точнее, не мешать Гасить вибрации А мешать и гасить вибрации Пока нормально Готово Теперь это Совсем другое дело Пау Круто выглядит Так, ну давайте Я видел, что Упирали один конец Сюда В бедро Но в бедро мне что-то неохота Эту махину упирать Поэтому просто зажму ногой Тогда мы сможем ее вот так вот Изгибать Изменяя, так сказать, тембр Звучание И надо взять смычок Не знаю, какое натяжение нужно И у нас есть канифоль Проканифолим На всякий случай И попробуем Сыграть Смычок у нас Имеет творческий вид Как будто на нем много играли Точнее, им много играли Ну Не знаю Надеюсь, вам видно И вроде как Должно быть надежно зафиксировано Но ничего пока похожего на музыку Очевидно, надо играть куда-то ближе к середине Ладно Поступим Небезопасным способом Может просто так играть? Смычок удобная штука Одновременно и Ударное орудие И смычок Интересно Но, мне кажется, мне не хватает Какого-то потаенного знания Давайте обратимся К интернету Так это еще и указка Гениальная вещь Давайте попытаемся выяснить в интернете Как играть на музыкальной пиле Ну, я нашел видос Как кто-то играет на пиле Ну, я сразу скажу, что там Пилы у них совсем другого форм-фактора Не знаю Получится ли на моей так сыграть Ну, давайте посмотрим Так, они надевают какой-то набалдашник Чтобы можно было удобнее пилу загибать Ну, у меня есть ручка вторая В принципе, то же самое И эти пилы у них явно Покороче Что интересно Он делает вибрато Ногой У него Ногой зажата Ручка пилы Он ей дергает И получается вибрато Прикольно Ну, и смычок они держат как-то Не так А Вот так вот Держат Вот так вот играют Ну, ладно Как будто Как будто не совпадает Движение и звук Интересно Ну и все Он уходит в закат Мы узнали, что смычок Они держат так Ну, на других видео Я, кстати, тоже там По превьюшкам видел Что они все держат смычок Не как скрипачи А как вот Пилачи Ну, я не знаю Давайте пробовать Так Ну, значит Ногой дрыгать я могу Но вводит он смычком Вот с этой стороны Значит, мне надо Держать пилу зубцами Вовнутрь Я, блин, это Не хочу Как это вообще? У меня и ручки-то В другую сторону повернуты Так, я под другую ногу Подложу Чтобы пила не оказалась У меня между ног, так сказать Будем импровизировать Ну, если вот так Чуть-чуть похоже Ну, конечно, не так Ну, прям Вот так она стоит, блин А так я делать Вообще не рекомендую Это страшное дело Если что-то Произойдет Соскочит, так сказать Дрогнет рука Так, ну Будем играть Как мы можем Скрип, конечно, мерзкий Короче, так держать неудобно У меня есть еще Несколько вариантов Как заставить это звучать Как-нибудь повеселее Во-первых, можно попробовать Другой смычок Который из конского волоса А не тот пластиковый И еще, я думаю Может поиграть стоя В конце концов Еще, мне кажется Там какая-то Отравленная Заводская смазка На этой пиле Ширять, у меня голова кружится Ну ладно Если я упаду Прямо здесь Замертво То Помните Я умер Занимаюсь любимым делом Конечно, вы, друзья Как не садитесь Тут музыканты Не годитесь Но мы попробуем Так, у этого смычка Нет натяжения И по-моему Натяжение тут Не работает Нифига Вернемся к нашему основному Нет, все-таки Надо играть ближе к краю Как он играет Тогда получается Что-то похоже Мне нравится Что получается Только мне не нравится Что у меня кресло Цепляется за пилу Было неплохо, кстати Да, вы же видели Ну и все-таки смычок Держать вот так вот Лично мне как-то проще Это лучше, чем я думал Это реально классный звук Еще бы научиться на нем Какие-то ноты брать Тут помимо того Что можно делать Вот такие движения Сгибать и разгибать Можно еще вот Так вот крутить По этой оси Закручивать пилу И тоже разные звуки Получаются А с той реально удобно играть Только рука устает Которая держит именно пилу Итак, на улице Сгучаются тучи Завывают ветер И я немного замерз И подумал Ну я могу дальше Скрипеть на этой пиле Пилить на этой скрипке Но мы можем сделать Знаете что? Кое-что повеселее Для такого Для эффектного завершения Я бы сказал Приделать Пьезу к пиле Попробовать Что будет? Я так понимаю Пила довольно сильно У нас резонирует Когда звучит Поэтому Пьеза должна сработать Осталось только придумать Как это все закрепить Чтобы провода не перебились Ну я уже понял для себя Эффективный способ игры на ней С таймя И теперь мне хочется Заказать настоящую музыкальную пилу Которую можно было бы нормально играть Без опаски И может быть С большими возможностями Поэтому ставьте лайк И я закажу Настоящую музыкальную пилу Тем более есть модели Не за 30 тысяч А за 100 баксов Пока что это не 30 тысяч Слава богу Но как знать Что будет потом Так что ставьте лайк скорее В общем мы приделаем Пьезу И мне страшно Потому что Провод Можно покоцать Так Пьеза надежно закреплена Теперь это надо все подключить Подключить и зафиксировать Возможно из-за изоленты Она потеряет часть звонкости Но Что у нас получается Ну допустим Нормально Зафиксировали Нормально Усиление есть Добавим Дилейчика Реверпчика 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 это все конечно весело но нам надо знать как звучит перегруз и и и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Добро пожаловать на наш канал!